Переходим к следующей теме нашего эфира, собственно она постоянно звучит в нашем эфире, это как живут города во временной оккупации под Российской Федерацией без еды, воды, газа, света, среди мусора и разлагающихся тел погибших мирных жителей, которые запрещают хоронить на кладбищах, чтобы скрыть преступления. Так сейчас живет оккупированный российскими войсками, временно оккупированный, добавлю, украинский город Мариуполь, 20% территории Украины сейчас находится в оккупации, об этом ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. В других городах ситуация не лучше, российские солдаты грабят и вывозят как частное, так и государственное имущество, местных жителей шантажируют, заставляют работать и запрещают выезжать на подконтрольную Украине территорию. Детали в следующем материале. В оккупированном Мариуполе гуманитарная катастрофа. Вода есть, но только техническая. Люди стоят в очередях, чтобы набрать хоть немного. Пить ее можно лишь прокипитивно. Газа в домах тоже нет. Поэтому готовят местные жители также на кострах, рассказывает советник мэра Мариуполя Виктор Андрющенко. Купаются тоже на улицах. Улицы по-прежнему завалены горами мусора и телами местных жителей, погибших во время активных обстрелов. Российские оккупанты не дают разрешения на их захоронение на городских кладбищах. Один из немногих шансов похоронить убитого в оккупации – это в обмен на место в братской могиле записать видео, в котором нужно сообщить, что причина смерти – обстрелы ВСУ. После того, как защитники Азовстали покинули завод, российская армия стала создавать на руинах телевизионную картинку. 2 июня ради видео убили шестерых местных. Сейчас оккупанты приступили к уничтожению доказательств собственных преступлений в этом районе. Вчера из-под завалов дома на фото одного из тех, который расстрелял российский танк для шоу, достали 6 тел погибших гражданских – 5 трупов мужчин и 1 женский. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее достигли. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко из Телеграм. Точное количество жертв среди мирного населения до сих пор неизвестно. На момент полной блокады в Мариуполе оставалось до 150 тысяч человек. По предварительным данным, на начало апреля речь шла о 22 тысячах убитых российской армии. Количество погибших такое, что очень похоже на экологическую катастрофу. Безусловно, российское руководство попытается скрыть количество точных погибших. Они для этого тела сжигают, убирают и в охране от братских могилах. И будут банкировать, да конечно не погибли, они выехали в бескрайнюю Россию. Гуманитарная помощь есть, но вместо продуктов и средств гигиены из России привозят газеты и книги по исследованию. Рядом с каждым пунктом выдачи установили передвижные плазмы, которые транслируют российские каналы. Мариупольцы, в которые хотят выехать, депортируют. Только за сутки 1 июня из города в фильтрационный пункт в селе Безымянное привезли около 400 человек. На подконтрольную Украине территорию не пустили, отправили в Таганрог. На сегодняшний день, по словам главы военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в депрессивные районы России, по предварительным данным, вывезли более 30 тысяч взрослых и детей. Мы знаем, что мариупольцы устраивали такие себе семейные детские дома, где пытаются приютить деток. Но россияне вывозят их уже в Россию. Сейчас вот мы нашли 260 детей, но не только мариупольцев. Это и Волновахский район, Мариупольский район. Сейчас они удерживаются в одном из детских лагерей в Ростовской области. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко из Телеграм. В городе продолжается мародерство российской армии. Сначала обстрелами была уничтожена транспортная инфраструктура. Затем в оккупированный ранее Донецк вывезли семь уцелевших троллейбусов. Также Донецку передали и уникальную медицинскую технику, которой Украина до полномасштабного вторжения России оснастила местные больницы. Все, что вывозят, маркируют цвета партии «Единая Россия» и передают как подарки. Под угрозой и имущество тех, кто остался жить в Мариуполе, людям дали две недели на выселение из частично разрушенных домов. Обещают переселить, а в уцелевших квартирах планируют разместить тех, кто задействован на разборе завалов. 95% поврежденных жилых домов, 50%, а это 1300 многоэтажек, российские войска превратили в пепел. Брошенные автомобили собрали на площадке рынка «Азовский». У местных есть месяц, до 1 июля, чтобы заявить права на свое имущество. После оккупационная власть будет все национализировать. Ищут и тех, кто сохраняет проукраинскую позицию – журналистов, волонтеров, представителей городских властей и судей. По словам мэра города Вадима Бойченко, суд так называемой ДНР осудил на 10 лет голову одного из сел. Одного госслужащего расстреляли. Для гражданских создали две фильтрационные тюрьмы. Одна на базе бывшей Янакиевской колонии строгого режима, другая на базе Волновахской исправительной колонии. Там держат сегодня в очень тяжелых условиях наших мариупольцев. В камерах 2 на 3. И там настолько много людей, что в этой камере держат по 10-15 мужчин или женщин. Раз в сутки выпускают в уборную, и раз в сутки дают что-то поесть. Россия оккупировала 20% территории Украины. Это 125 тысяч квадратных километров. С начала полномасштабного вторжения российская армия вошла в 3620 населенных пунктов Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. 1017 уже освободили. Юлия Безбородько. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканал UA. Сейчас нами на связи Сергей Орлов, заместитель городского главы Мариуполя. Сергей, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. Приветствую вас. Если говорить о последних новостях из Мариуполя, Петр Андрющенко, советник мэра, ваш коллега, он говорил о том, что россияне начали сносить дома без разбора завалов в Мариуполе. Говорил о том, что если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором были выгружены на мусорном полигоне. Россияне без разбора. Это делали, как я говорил, уже в нашем эфире, собственно, родные, знакомые могут найти своих близких. Теперь на мусорном полигоне местном. Ну и то, что вот в образовательную школу номер 4 завезли учебники по русскому языку, литературе, истории, природе родного края для начальной и средней школы. Знаете, параллельно идут две вот такие новости. Неуважение к местным жителям, которых российская армия и убила, и насаждение своей идеологии. Оно, собственно, все вместе идет. Сергей, хочется услышать у вас оперативную информацию также по городу. Что сейчас меняется? Что сейчас происходит в Мариуполе, который временно не подконтролен украинской власти, напоминаю? Вы знаете, мы общаемся с нашими жителями и понимаем, что, к сожалению, все жители находятся в подавленном состоянии. То есть такое, что планирование на неделю, на месяц вперед, это то, что наши жители уже давно забыли. Большинство, с кем разговариваем, не планируют свою жизнь дальше, чем послезавтра. Отмечается абсолютный дефицит денежных средств, абсолютный дефицит работы, источников дохода. Большинство говорят о том, что не понимают, как с оккупационной властью во временно оккупированном Мариуполе, как выживать. Никакие материальные ценности сейчас не работают. То есть ценно только еда, вода, спиртные напитки для кого-то, вещи, ценности большой не представляют. Работы есть только две. Это уборка улиц, причем вы видите, как это происходит уборка. То есть это, не знаю, какие-то метла из подручных средств веток и вот так вот уборка. Либо разборка завалов, но мы понимаем, что действительно там есть убитые люди и ввиду жары, то это тяжелая работа и физически, и морально. И немногие на нее соглашаются. Для абсолютно критичных завалов в России используют спасательные команды, спасатели МЧС, даже не ДНР, а России. Видимо, чтобы скрыть, замести следы этих ужасных преступлений. Ну вот такая жизнь, очередь. По-прежнему ничего нет. Электричество, воды, канализации, природного газа. Большие очереди за водой. Помощь существенно снижена, гуманитарная со стороны оккупанта. То есть это абсолютно ниже минимума для той численности мариупольцев, которые остаются в городе. Ну, тем же временем, я напомню нашим зрителям, что власти Санкт-Петербурга объявили побратимом Мариуполь своим городом. Такая история. И в Москве, в свою очередь, говорят о том, что расследуют преступления украинских силовиков против мирных жителей Мариуполя. Это цитата из одного из российских СМИ, что якобы они не занимаются, ну, чтобы, знаете, мы проводили сейчас конкретные параллели для наших зрителей. Они не занимаются светом, водой, едой, уборкой тел, которых сами и убили мариупольцев. Они занимаются какими-то там расследованиями, побратимами назначают Мариуполью и многое-многое другое получается. Извините меня за грубость, Сергей, но по факту той так называемой оккупационной власти по барабану. Что будет с местными жителями? Будет ли Мариуполь жить как таковой вообще? Тут Путин недавно заявлял о том, что порт открывается, там через мариупольский порт постепенно вывозится металлопрокат украинский. И, собственно, Россия не меняет методы и ворует теперь, кроме зерна и людей, еще и металлопрокат наш. Ну, то есть, знаете, двойственность вот этих вот заявлений российская власть, она нервирует ужасно. Она просто невероятно жалкая и циничная. Смотрите, я, может, не очень популярную вещь скажу, но это ведь то, о чем мы с вами говорим, к сожалению, это видят многие, но это видят больше в доступной части вещания, да, там в Украине и так далее. К сожалению, то, что мы с вами говорим, этот сигнал внутрь не доходит. И все это абсолютно справедливо, абсолютно понятно, абсолютно, но, к сожалению, этот сигнал туда внутрь не доходит. То есть нам нужно думать, как, какими каналами людям доставлять эту информацию. Ведь та блокада, которую Россия устроила, оккупировав временно Мариуполь с точки зрения физических границ, ведь она и медийная такая же блокада. То есть туда просто не доходит сигнал. Поэтому я думаю, что нам и на центральном уровне, на региональном, на местном надо думать над каналами, как доносить туда эту позицию. Естественно, наши жители все видели, и наши жители понимают, кто разрушил, понимают, кто убил, понимают, как это происходило, в какие этапы. Но когда ты в вакууме месяц, два, три, четыре, то понятно, что такими действиями оккупант просто переключает внимание на что-то другое. И это сложная задача, точно так же, как стоит задача, и мы понимаем, что слова президента, что вся оккупированная территория временно, она будет деоккупирована и будет освобожден Мариуполь. Но борьба на вот этом вот медийном фронте за души, за умы, она не менее важна, чем борьба на военном фронте. Поэтому действительно эта задача тоже такая же непростая, как и военная. А так, действительно, те люди, с которыми мы общаемся, они ждут Украину, ждут Украину, они хотят ее дождаться. И в вакууме прибывают, ведь там и другие, там абсолютно разная информация о том, что Киев был взят практически, вот-вот Запорожье взято будет, дальше будет оккупирована вся правобережная часть. То есть оккупант не стесняется придумывать такие истории, еще и более там замысловатые. Поэтому нам надо действительно там доносить сигнал через АЭМ, радио, через еще что-то. В общем, наши жители хотят получать информацию с украинской стороны правдивую. Как раз для этого, собственно, работают русскоязычные каналы на вещание Украины. Мы работаем и для российской аудитории граждан РФ, которые проживают на территории соседнего государства, к Украине, Польше, Молдове, других государствам. Мы пытаемся делать. Украинское радио, не знаю, также пытается работать на АЭМ-волнах, о которых вы говорили, чтобы мариупольцы хотя бы пытались узнавать. Ну вот, подтверждение ваших слов, как местные так называемые оккупационные власти, так называемых группировок ЛНР, как они еще больше вакуумируют жителей ранее захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, теперь уже Мариуполе. Я напомню нашим зрителям, что группировка ЛНР заявила, что с 3 июня временно ограничит доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области. В группировке заявили, что это ответ на, я цитирую Дарья, многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры. Конец цитаты, вот перед этим мы слышали персонажа, так называемого министра информации Луганской народной республики, так называемый вот этот человек. И группировка ДНР также заблокировала доступ к мессенджеру Viber, обращение так называемого комитета обороны, так называемое ДНР, вы сейчас увидите на своих экранах, буквально через несколько секунд. Мне тут интересно, я думаю нашим зрителям она важна, мотивационная составляющая как раз, почему они это делают, как они объясняют это себе, своим друзьям, своим знакомым, жителям тех территорий, которые ныне находятся под временной оккупацией группировки ДНР и Российской Федерации, во избежание распространения информации противоправного характера, пропаганды насилия, раскрытию информации о геолокации пользователя, также в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Это такая выборка из вот этого абзаца, который сейчас выделен. Ну и ранее, напомню, так называемый ЛДНР, они еще блокировали доступ к Фейсбуку и Инстаграм. Люди, проживающие на территории Ордлу, они имели доступ исключительно через сервисы VPN. Вот такая есть мотивация у так называемых группировок. Слушайте, Сергей, неужели они боятся того, что реально через условный вайбер местные жители смогут получать больше информации, смогут больше понимать. В некоторых районах, которые захвачены группировками, нету даже связи. Какой интернет, какой вайбер? Ну, я думаю, что это одна из действительно серьезных причин, потому что наши жители общаются с Украиной и с нами через вайбер. Это действительно правда. То есть даже я со своими там друзьями, знакомыми, родственниками, которые проживают во временно оккупированном Мариуполе, общаюсь через вайбер и стараюсь доносить информацию. Они это видят, слышат, понимают. Я думаю, оккупант чувствует, что Украина как достукивается, достигает общения с нашими мариупольцами, которые ждут этого общения через вайбер. Потому что через Феникс это будет напрямую сложно и крайне небезопасно для наших жителей. Так хоть какая-то есть понимание, как общаться. И в моем понимании это еще одно затягивание вот этого медийного пространства, еще один контроль над ушами, над сердцами, над мозгами наших украинцев, наших мариупольцев и возможность еще для оккупанта сократить доступ к правдивой информации. Добавим, да, вот объясним для наших зрителей, которые, возможно, не знают. Феникс это так называемый телекоммуникационный оператор группировки ДНР, который был построен на мощностях, если мне не изменяет память оператора «Лайф». Эти были вышки захвачены группировкой ДНР, там они построили вот этот так называемый Феникс. Еще очень болезненная тема для украинцев это паспортизация на временно неподконтрольной территории Украины. Европейский Союз решительно осудил указы Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольной территории. Жиза Буррель об этом говорил в обращении на сайте Еврокомиссии глава европейской дипломатии. Сейчас коротко услышим, о чем говорил Буррель, далее обговорим. Европейский Союз не признает эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины. ЕС решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную украинскую власть. Европейский Союз также осуждает попытки введения российского рубля в качестве валюты параллельно украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и учебные материалы и изменить язык обучения в школах тех районов Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под незаконным контролем вторгшихся российских вооруженных сил. Любые попытки изменить статус частей украинской территории являются явным нарушением международного права. Устава ООН и Конституции Украины. Они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны Европейским Союзом. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права, понесут ответственность за эти незаконные действия. Ну не секрет то, что внутреннее право России, по крайней мере по мнению российских чиновников политики, политиков оно намного стоит выше, чем международное право. У них стоит презумпция именно внутреннего права над международным. Тем не менее, тут два аспекта. Ваш коллега Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, говорил о том, что российские власти, так называемые местные оккупационные администрации Мариуполя, срочно обустраивали пункты предоставления справок о местожительстве и приемах документов на российский паспорт. Давайте сейчас попробуем раскрыть глаза тем гражданам Российской Федерации, которые думают, что украинцы с большим, не знаю, инициативностью приходят в такие пункты и получают российские паспорта. Много ли мариупольцев, по вашей информации, есть ли у вас такая информация, пришли за документом с двуглавым орлом? У меня нет информации по цифрам. Из того, что я знаю и то, с кем общаюсь, то это только по принуждению будут заставлять, причем изыскивая любые способы, принудить наших жителей взять эту бумажку. Это точно будут единицы, это точно будет крайне медленно, и это точно будет через принуждение. Мы понимаем, что жители сейчас наши живут в очень жестких условиях, тяжелых гуманитарных, тяжелых экономических, тяжелых социальных. И этим оккупант пользуются. И через любые возможности получения как-то гуманитарной помощи, так-то работы какой-то вот этой даже базовой по уборке, разборке завалов, через получение возможности каких-то выплат будут принуждать наших мариупольцев получать эти бумажки и документы. Думаю, это будет оккупанту тяжело, наши жители не хотят получать эти бумажки. Но делать все, чтобы обмануть жителей и принудить получить эти бумажки, оккупант будет продолжать. Еще один аспект, Сергей, временно неподконтрольных территорий Украины, это внутренний протест, внутренние митинги, попытки митинговать против российских оккупационных войск. В оперативном командовании ЮГ говорили о том, что, ну, к примеру, в Херсонской области подобные настроения, они все больше и больше растут, возрастают. Не единожды в средствах массовой информации были распространялись листовки с так называемым местным гауляйтером Кириллом Стремоусовым из Херсонской области, то ли заместители главы какой-то администрации, которую россияне придумали себе, то ли еще какой-то там человек-представитель так называемой оккупационной администрации. Можно ли говорить о протестных настроениях Мариуполя? Город, который вот сейчас, не знаю, как мне кажется, уничтожен. Откуда брать вот эти силы на еще внутренний протест? Я не думаю, что в данных условиях возможен публичный протест наших жителей ввиду того, все, что пережил Мариуполь, ввиду той ситуации, что у людей базовые жизненные потребности, они совсем не удовлетворены и они заточены на то, чтобы найти воду, найти еду, приготовить еду, найти базовую медицинскую, социальную помощь. Не думаю, что в данный момент это реально в публичной форме. Этот протест, мы понимаем, что он будет жестко подавляться на корню. Это первое. Но из того, что я общаюсь, то 80% нашего населения, которые там остались, они точно говорят, ну мы ж вас ждем. Смотрите, до нас доходит информация, что Мариуполь, Украина вернет. Мы ждем освобождения, мы ждем деоккупации. Смотрите, вы ж нас не подведите, мы вас ждем. То есть, по моим оценкам, 80% населения крайне ждут возврата украинской власти. И я думаю, что при ближайших, более ближних понимании, что это произойдет, то есть, ну вот, либо операция начнется, как мы видим, элементы такой операции в Херсонском направлении, только в Донецком направлении это станет более реальным. Я уверен, что мы можем говорить о других формах протеста. Если говорить о местной, так называемой, власти, после того, как Мариуполь был временно оккупирован Российской Федерацией, сразу же тот же Пушилин, главарь группировки ДНР, начал своими указами назначать Константина Ивашенко, так называемого мэра Мариуполя, никем не избранного, ну кроме самого, наверное, Пушилина, его же указом подписанного. Кто эти люди? Сергей, вот ваша администрация, законно избранная, напоминаю нашим зрителям, украинская администрация, узнавали, что это за люди вообще. Откуда они вышли? Выходцы из каких подвалов, вот эти, Ивашенко, и другие гауляйтеры на временно неподконтрольной территории того же Мариуполя? На две категории делятся эти люди. То есть первая категория, к сожалению, как и это наша беда, как и во многих других регионах и в Украине в целом. То есть осередок, там основа этого, это ПЗЖ, фракция, ячейка. Все, большая часть тех представителей временной, вот этой самоизбранной администрации оккупационной, это либо действующие депутаты, либо помощники депутатов ОПЗЖ местной Мариупольской Минской Рады. И вот так оказалось, что их, ну как, участие, я думаю, что еще Служба безопасности Украины точно с этим разберется в свое время. Мы даже не исключаем, что многие из них и выполняли эту роль, там, корректировщиков огня, выполняли эту роль, которые сдавали информацию о позициях украинских вооруженных сил. Уверен, что Служба безопасности найдет способ добраться до этих гауляйтеров, до этих изменников в свое время. Также есть небольшое количество коллаборантов, это людей, которые кто-то под принуждением, а кто-то, может быть, под убеждением стал под знамя оккупационной власти про все известные факты таких людей. Из них есть несколько и действующих сотрудников, бывших Мариупольского городского совета. Мы информируем, и против них возбуждаются дела по факту коллаборации. Но при этом мы, естественно, понимаем, что некоторые люди, как выполняли базовую работу, я не знаю, по обеспечению как-то подвозу воды или еще чего-то в коммунальном сфере, и тяжело осуждать человека, который выполнял какую-то работу базовую коммунальную, с точки зрения подвоза воды или восстановления, возможно, освещения, то такие люди иногда принимают решение восстановить работу сугубо под экономическими факторами. И никакой политики тут нет, и никакого убеждения нет. То есть людям базово не на что жить, не на что содержать свои семьи. Лично я не могу ничего предъявить человеку, который, например, работал электриком в системе освещения и принял решение работать электриком, ну вот теперь в оккупационной власти. Он выполняет свою работу, ну, это наш украинец, наш Мариуполец, никого политики в этом нет. И я не осуждаю таких людей. Но людей, которые стали в управлении, стали содействовать оккупантам в политических целях, которые насаждают их нарративы, насаждают их месседжи и более того, выполняют указания вот этой власти, а-ля там Пушилин, еще какой-то. Это мы категорически осуждаем и считаем, что они должны быть наказаны. Президент Украины Владимир Зеленский также обращался к жителям Мариуполя, жителям временно неподконтрольных территорий Украины, где он, собственно, говорил, да, о тех же месседжах, о которых говорите вы, что нам важны люди, собственно. А те люди, которые стали частью оккупационных администраций, ну, криминальный кодекс Украины и международное право криминальное точно знают, что с ними делать. Сергей, я говорю вам огромное спасибо и спасибо вам за вашу работу, которую вы совершаете сейчас по поводу Мариуполя, за то, что вы выступаете в международных СМИ и говорите о реальности происходящем в украинском городе Мариуполе, который временно неподконтрольный украинской власти. Спасибо вам. Я напомню, что Сергей Орлов был с нами на связи, заместитель городского главы Мариуполя, говорили о ситуации как в городе, на Азовском море, так и вообще на временно неподконтрольных территориях Украины. Продолжение следует...